Старый граф, всегда державший огромную охоту, теперь же передававший всю охоту в ведение сына, в этот день, 15 сентября, развеселившись, собрался сам тоже выехать. Через час вся охота была у крыльца. Николай с строгим и серьезным видом, показывавшим, что некогда теперь заниматься пустяками, прошел мимо Наташи и Пети, которые что-то рассказывали ему. Он осмотрел все части охоты, послал вперед стаю и охотников в заезд, сел на своего рыжего донца и, подсвистывая собак своей своры, тронулся через гумно в поле, ведущее к отрадненскому заказу. Лошадь старого графа и греневого меринка, называемого вифлянкой, вел графский стремянный. Сам же он должен был прямо на оставленный ему лаз выехать в дрожечках. Всех гонщих выведено было 54 собаки, под которыми доезжачими и выжлятниками выехало 6 человек. Борзятников, кроме господ, было 8 человек, за которыми рыскало более 40 борзых. Так что с господскими сворами выехало в поле около 130 собак и 20 конных охотников. Каждая собака знала хозяина и кличку. Каждый охотник знал свое дело, место и назначение. Как только вышли за ограду, все без шума и разговоров, равномерно и спокойно растянулись по дороге и полю, ведшему к отрадненскому лесу. Как по пушному ковру шли по полю лошади, изредка шлепая по лужам, когда переходили через дороги. Туманное небо продолжало незаметно и равномерно спускаться на землю. В воздухе было тихо, тепло, беззвучно. Изредка слышались то подсвистывания охотника, то храп лошади, то удар арапником или виск собаки, не шедшей на своем месте. Спасибо. Спасибо.